очень классно ребят что вы нашли себе силы в рабочий день в 10 утра прийти на мой доклад большое вам спасибо это подвиг так теперь перейдем непосредственно к докладу как уже представили мы сегодня будем говорить про как прокачать надежность мл-системы и сначала немножко пару слов обо мне и почему я вообще могу на эту тему говорить я занимаюсь развитием мл-систем уже пять лет начинал с разработки платформы чат-ботов в сбере для нужд компании после мы перешли решили развивать эту тему дальше и разрабатывать виртуальных ассистентов и я начал вести разработку болталки и вопрос на ответные системы последние полтора года я занимаюсь развитием нашего центрального классификатора распознавания намерений то есть когда вы общаетесь с ассистентом весь трафик проходит через этот распознаватель мы понимаем выходите малага купить или вы хотите спросить кто такой джонни депп и отвечаем вам соответствующим образом на протяжении этих пяти лет мы встречались каждый раз с новым с новым вызовом и этот новый вызов заставлял нас адаптироваться меняться в том числе с точки зрения тестирования ведь как вы знаете надежность мл-систем можно по-разному интерпретировать но я здесь вкладываю смысл именно предсказуемость того что мы будем видеть на проме не лайтенсии не потребление памяти это можно сделать и и так на стенде а вот с точки зрения именно того как будет работать модель на проме что она будет отдавать мы пойдем по следующему плану мы сначала поставим рабочий домен на котором будем вести наш с вами диалог после чего я расскажу о проблеме с которой мы сталкиваемся все эти пять лет и вот все эти пять лет я ее решаю после я проведу вас через четыре стадии модернизации которую мы свое время прошли и в конце мы с вами подведем итоги так рабочий домен мы развиваем виртуальные ассистенты и устройства для них у нас выплачено на сегодняшний день десятки различных устройств это телевизоры колонки колонки с экранами просто маленькие тоглы и так далее и ты виртуальных ассистенты это афина сбер и джой для того чтобы наши ассистенты работали качественно мы используем синергию различных мл-направлений это распознание речи генерация речи обработка естественного языка поиск рекомендации и компьютерное зрение я конкретно специализируюсь на обработке естественного языка и сегодня буду говорить именно про вот эту часть как мы в ней совершенствовались но в принципе приема которые я буду сегодня рассказывать они применимых можно применять другим также сферам для того чтобы наш виртуальный ассистент отвечал релеванто на ваши вопросы мы используем более 40 различных мл-моделей это нлу это распознание именованных сущностей это классификаторы абсентной лексики и многое-многое другое и это только то что на сегодняшний день крутится в продакшене я уже молчу про различные другие архитектуру которую мы перепробовали за эти пять лет мы в свое время начинали поскольку очень давно начинали с ворту вектора потом фейсбуковский уже даже забыл как называется их вектор и вектор векторизация вот потом берд дальше улучшение бирта и многое другое мы работаем с русским языком и что это значит это 150 тысяч уникальных слов и бесконечное количество сочетаний смыслов особенности русского языка как вы знаете заключается в том что у нас нет строгого порядка слов и и у нас очень высокая вариативность исходные слова формы за счет окончания суффиксов вот гибкость языка позволяет нам из этих 150 тысяч генерирует еще огромное количество слов которые по смыслу не меняется но просто приобретает какую-то эмоциональную окраску и это вызов потому что в чат-бота виртуального стента посылается весь могучий русский язык и каждая система должна с этим работать в случае чат-бота полегче потому что от него там не ожидают какого-то ума от него больше ожидают там что вот есть сценарий что вот он хотя бы по сценарию проведет а вот с виртуальным ассистентом все намного сложнее потому что он то должен ответить абсолютно на все что вы его спросили и ответить релевантно и такой такая вариативность русского языка конечно накидывает проблем чтобы ассистент работал качественно мы пишем мл-центричные фичи что это значит представим программу где есть узлы принятия решений действия на их основе и вот в узлах принятия решения у нас располагается мл-алгоритмы то есть это может быть либо одна модель может быть сочетание модели или целый граф модели в зависимости от функциональности то есть это не какие-то жестко зашитые регулярки грамматики правила это чистая мл и наконец-то что называется пререквизиты мы с вами прошли теперь можем поговорить о проблеме в чем она будет заключаться первое что нужно знать мл-моделей не работа с процентным качеством это связано по разным причинам не качественный датасет неоднозначность определения то есть там хороший смысл или плохой для кого-то может показаться что новость хорошая для кого-то плохая это несовершенство самих технологий в частности нейронных сетей где мы выбираем архитектуру подбираем веса но мы все еще не умеем интерпретировать их результат мы не умеем обучать их не ошибаться скажем так мы все еще далеки здесь от совершенства отсюда очень простой вывод то что мл-центричная фича работает с долей качества то есть в мл-центричной фича есть модель модель работает несовершенно значит и фича работает несовершенно ситуация усложняется и когда у вас цепочка моделей поскольку ошибка может мультиплицироваться и это тоже определенный вызов теперь мы подходим к проблеме как гарантировать качество мл-центричной фичи на безграничном количестве вариаций входных данных и не сто процентом качестве работы моделей иными словами как понять как отработает ваша модель когда придет какой-то новый набор данных там новая фраза окей давайте теперь по порядку первая стадия это через то что многие проходили да не то что многие все проходили это оценка качества мл-метриками шел 2017 год идет первая волна развития мл-систем мы разрабатываем чат-ботов те кто начинал в это время помнят то что очень модно было автоматизировать то время колл-центр это такой был некоторый пик мне кажется направление в мл то есть еще тогда компьютерное зрение немножко отставала сейчас уже немножко поменялась ситуация уже много что и проделано в направлении нл-п и вот лично мое ощущение сейчас очень активно идет именно компьютерное зрение развития что нам нужно было в то время решать глобально три задачи это определение намерения пользования извлечения именованных сущностей и заполнение слотов то есть например переведи 100 рублей маме 100 это сумма рублей там валюта и маме человек получатель что что усложняло задачу в то время в семнадцатом году еще никаких хороших датасетов для русского языка не существовало то есть было много что на английском на русском не было у нас не было никаких исторических данных и наверно что самое такое сочное в то время ни у кого не было у нас команде опыта разработки мл систем мы все что вот умели то есть мы вот только-только научились этим работать вот мы только-только там джу петер тетрадки модели делали обучали что-то смотрели на в аналитационном датасете а в большой промо не запускали но при этом у нас у всех была хорошая база именно как софтверных разработчиков потому что уже мы много лет работали на других проектах на больших сложных и это добавляло такой остроты перчинки в то время поскольку было в семнадцатом году если кто помнит еще это время креатива то есть в мыле еще не сформировались никакие практики все что-то пытались экспериментировали вот тут почему-то сделали такую архитектуру работать никто не знает почему но она работает лучше чем остальное все начинают архитектуру таражировать в общем было весело как мы соответственно подходили к тестированию конечно как учил эндрю ин то что обучили модель посчитали на валидационном датасете если метрика целевая превышает порог значит мы типа молодцы научились хорошо обучать модельку можно запускать в промо если нет ну поправляем надо обучение меняем архитектуру крутяк и повторяем цикл и эта схема в принципе работала нам она позволила запустить чат-ботом тогда было мало моделей мало классов и принципе еще относительно и много пользователей какие были нюансы вот что вот если так вспомнить но с одной стороны стема получилась очень хорошо хорошей и для меня один из показателей почему она получилась хорошей как-то раз у нас произошел инцидент и наша вся платформа упала пользователи уже начинали достаточно активно с ней работать и вот трафик на нашу платформу падает а количество звуков на колл-центр в этот же момент времени резко возрастает и коллеги из колл-центра передали нам большой привет и попросили больше так не делать мы их услышали это первый момент а второй момент противоречивый это то что мы много еще тогда что не учитывали и находили например на пройме но в частности мы использовали в то время ворту вектор и например ворту вектор очень плохо различал фразы которые там является включи какой-то функционал отключи там такой-то функционал для него вектором представлении те слова в ключе были очень близки и мы конечно же узнали об этом на пройме и потом исправляли тем что раздвигали вот антонимы то есть форме с отформировали словарь антонимов и специальным образом их раздвигали векторном представлении что еще мы в то время не учитывали у нас целевая метрика iphone метрику iphone можно как вы знаете разделить на две части это процент ошибок процент успеха предположим наши гипотетической модели выдают 96 процентов успеха и четыре процента ошибки казалось бы шикардосная модель и высокое качество можно деплоиваться в принципе так но важно понимать что попадает в эти четыре процента ошибок и может так оказаться что там попадают и частотные фразы ну в нашем случае переведи 100 рублей и редки видел джека но фразы которые без контекста особого смысла не имеет и цена ошибок здесь разная соответственно вы скажете можно же взвешивать я скажу да но надо исторические данные в противном случае вам нужно садить человека который будет веса проставлять но мы же с вами инженеры они художники нельзя сказать что я ставлю этой фразе вес 5 потому что я так вижу вот нужно какие-то доказательства почему 5 но к сожалению таких доказательств не было поэтому мы рассматривали все единообразно и мы на самом деле так очень долго жили вот именно по по проблеме отсутствия частотки но мы об этом еще поговорим окей мы прошли эту стадию мы прошли вот и платформу чат-ботов и начинается время виртуальных ассистентов я называл тап пишем автотест как оно выглядело шоу уже 2019 и 20 года я разрабатывал болталку и вопрос на ответную систему чем концептуально отличалась ситуация новая от предыдущей тем что у нас сильно возросло количество классов то есть их стало уже сотня и не попадание в нужный класс приводило к серьезным репутационным риском почему потому что когда вы начинаете работать с виртуальным ассистентом первое что делает человек ну вот так показывает практика он идет и начинает стим говорить проверяет насколько он умный и вот если вы не доказали пользователю что вы умный то никто не будет уже пользоваться не покупкой в самокате не просмотрим кино музыкой вашему ассистенте почему потому что он глупый вот поэтому очень важно очень важно показать пользователю что вы умный потом он не вспомнит про вашу болталку уже так поиграет и уйдет но он будет пользоваться уже функционалом который несет какой-то такой влияние на ежедневную жизнь то есть кино музыка это покупки в магазинах бонусом к тому времени мы уже что-то знали про мл системы мы набили руку мы научились их тестировать мы научились правильно их писать с точки зрения тестирования то есть мы понимали что нужно подкинуть в мета информацию исходящего запроса от системы чтобы грамотно написать тест который устойчивый что мы в то время делаем мы говорим окей а давайте начнем писать автотесты но не просто автотест некоторый такой большой автотест состоящий из ну минимум из трех фраз в случае там перевода денег это переведи 100 рублей отправь маме денег 500 рублей пошли саша вот если две из трех фразы проходит мы говорим что в принципе функционал работает то есть мы все равно закладываемся на процент ошибок таких тестов мы написали в полуручном режиме порядка 500 что нам это дало на самом деле нам это дало прекрасный аллюра отчет на этапе си ай нам это дало прекрасные спокойные ночи и мы были уверены в качестве нашей системы ну до определенного порога то есть прострелов тут уже таких вот серьезных не возникало но у этого подхода были свои недостатки в чем они заключались как вы знаете русский язык я уже сказал много раз он разнообразен а мы потестируем буквально три фраза вот что если появится четвертая фраза 200 рублей переведи смысл не поменялся с точки зрения пользователя функционал должен работать предыдущих то фразах работала почему на это не работает я вам там про вашу метрику и фан ведь ничего не знает он бинарно смотрит на эту историю оказывается что эта фраза четверто может не работать еще ситуация усложняется тем что мы модели постоянно до обучаем веса моделей меняются отсюда мы не знаем как отработают наши тесты пока не запустишь и так оказывается то что раньше не работало начинает работать то что работало перестает и это приводит к ситуации что после там очередного до обучения мы теряем в тестах какой-то процент они начинают по факту мигать потому что от обучения к обучению они то работают то нет мы конечно же сам с этим не мирились мы шли разбираться почему не работает может это серьезный баг какой-то в мл под системе его нужно пофиксить проблема в том что разбор баба багов мл системах это очень трудозатратно потому что ну вы же не будете там веса проверять разбирать ну их там миллионы вот ну мы как-то пытались полечить не всегда получалось полечить иногда мы принимали решение что оставляем изменим потому что ну фразы как бы не очень критично а другие там 10 фраз похожих работают и вот дальше тут уже как знаете из практики разработки наверное уже все догадались то что если у вас постоянно есть какой-то отчет где постоянно падают какие-то тесты их еще там много то в какой-то момент команда начала просто забивать на анализ этих тестов ну типа вчера падала сегодня падает ну чё я буду зачем тут что-то делать там вчера вроде было 85 сегодня 84 там 9 десятых ну кажется упало немножко ну вот эти все по чуть-чуть по чуть-чуть и вот уже у вас альур отчет там 50 процентов не проходит вот тут к сожалению сыграл человеческий фактор и пришлось принять некоторое управленческое решение чтобы эту историю встряхнуть и реанимировать и вновь как сказать подкинуть дров в огонь в общем по итогу подход себя оправдал он был нифига не простой нифига не дешевый но он себя оправдал то есть что мы сделали мы успешно запустили ассистента в сентябре двадцатого года наш ассистент тогда получил соотношение лайков дизлайков на свои ответы три к одному что мы считаем очень хороший показатель и что такое самое сочность за что мы очень боролись это то что мы избежали серьезных репутационных рисков такие как были в случае алиса и путина и олега и взятия кредита вот и в частности это благодаря данному подходу окей прошли эту стадию круто начинается следующую историю я ее назвал data driven в чем она заключалась ушел уже 21 год то есть пару месяцев прошло как ассистент запущен мы начинаем наблюдать резкий рост количества классов в нашем центральном классификаторе потому что к нам все прибегают и говорят вот а я хочу деливай рекламу вывести в ассистента вот я хочу там вывести сказки для детей в ассистента и вот идет рост этих различных классов и он доходит до 400 то есть опять таки кто обучал классификаторы понимают что 400 это уже что-то как-то мягко говоря много и да мы начали огребать потому что классы начали пересекаться пошел рост неверной классификации на проме и непопадание в нужный класс уже в этот год начинало приводить к потере денег потому что если пользователь хочет купить фильм а мы ему говорим давай я тоже хочу купить фильм сделаем это вместе но отвечает болталка ну наверное не очень круто ответ конечно релевантный но денег то мы не заработали это плохо вот и все усложнялось еще тем что мы начали получать миллионы запросов в день большой рост пользователь большой рост трафика и не отработка на одном проценте там от миллиона десять тысяч там в сутки помножаем на несколько ну миллионов был не один а несколько вот и помножаем это еще на 30 дней в результате получается в абсолютных числах просто колоссальное число когда мы ответили пользователю неверно что очень плохо и печально это конечно же все сказывалось на пользовательском восприятии какая была проблема предыдущий подход применить нельзя почему потому что мы там было 100 классов и мы на руках несли спотыкались и чуть не профокапили все тут уже 400 классов повторить это на 400 классах уже точно не получится ну потому что мы на 100 едва дотащили вот значит надо как-то меняться что мы начали думать мы обучаем наши модели на данных мы проверяем качество моделей на данных давайте тогда и тестировать систему данными то есть вот прям е то е как черная коробка но данными и второй важный фактор который мы перед собой поставили нужно исключить человека из этой цепочки там мы 500 тестов в полуручном режиме писали ну это были трудозатраты были там нюансы с поддержанием а тут как бы на 100 классов а тут нам как бы 400 классов то есть мы никаких людей так не наймем то есть у нас команда разработки превратится в команду написания тестов вот что конечно же не хотелось и мы приходим к концепции корзинок что она из себя представляет корзинка это объединение фраз одинаковых по смыслу ну в случае перевода денег это фраза переведи 100 рублей 200 рублей переведи пополни баланс жены соверши перевод свете и вот этих фраз в корзинке может быть там сотни две много в общем таких корзинок мы набрали порядка 440 чтобы понимать в каких-то таких абсолютных числах насколько это много в фразах это получилось 120 тысяч то есть чувствуете раньше было 500 тестов 500 фраз а тут 120 тысяч кажется вроде много но вот я посчитал в какой-то момент статистику на проме количество уникальных фраз которые пользователи сгенерировали там получилось за два месяца два-три месяца два миллиона уникальных фраз то есть это всего 6 процентов от того что спрашивали пользователь за маленький промежуток времени то есть получается то немного беда ну окей что было дальше хочется отдельно рассказать немножко про эти корзинки в принципе тоже момент тиражируемый на другие подходы корзинки можно наращивать немножко искусственно но делая это грамотно в случае текста это например добавление опечаток и составление синонимочных фраз то есть у нас написано два модуля которые ровно эту функцию делают и в частности вот такой хороший rule токен фуллер который как раз ему на вход просто подается фраза он берет для каких-то слов подбирает синонимы и на выходе возвращая фразу с тем же смыслом но уже с другими словами например мальчик ехал по полю на автомобиле на выходе получаем юноша передвигался по полю на тачке абсолютно фраза синонимична и по качеству исполнения она абсолютно соответствует человеку очень круто соответственно там тоже можно сделать в компьютерном зрении часто применяют тень-тень добавляют ротацию и так далее так вернемся теперь к корзинкам то есть а еще чем хорошо агументация она позволяет удовлетворить процесс формирования корзинок то есть там не вы делаете не разметчики их составляют а вы просто загоняете в систему и так дешево расширяете себя в моменте вам только на всякий случай так наискосок пробежаться у нас появились новые объемы а архитектура старая в чем была особенность архитектура предыдущего поколения могла прокачивать только пять тысяч запросов в час на 500 тестах это нормально на 120 тысячах уже нет в чем это было связано у нас был стенд тестовый развернут там стояло несколько модулей виртуального ассистента дублируя промо контур стояли фаерволы и соответственно система докидывали тайминг свой и сетевая задержка и третий фактор то что это все-таки тестовый стенд и там стояло по одному инстансу каждого приложения ну просто потому что там тестировать надо не не трафика держать пользовательский и мы очень быстро упирались в некоторый потолок по производительности это первая проблема вторая проблема то что алюр не умеет визуализировать что-то по мл метрикам то есть он бинарный то есть тест либо прошел либо нет а у нас уже история хитрее мы отказались от бинарного прохождения тестов мы начали смотреть метрики мл но уже в большем масштабе ну и тут лукавлю дальше мы еще про это проговорим что мы делаем мы берем и поднимаем кластер jenkins gpu то есть у нас есть прям кластер где есть jenkins и там на каждой тачке по 2 высотых стоит дальше мы начали смотреть а если на рынке какое-то решение там какой-нибудь проект который может закрыть наши потребности по нашему тестированию то которую мы придумали ну как не сложно догадаться не оказалось вот поэтому мы решили написать собственное решение назвали его union runner схема его работы на самом деле очень проста он вычитывает вот эти корзинки обстреливает эмельную систему и дальше подсчитывает просто эмельные метрики ну и еще там ряд тоже о которых поговорим мы смогли разогнать нашу цепочку убрав все лишнее и разместив на одной ноде до 180 тысяч запросов в час и для первого приближения нам этого было более чем достаточно а у нас там 120 было тысяч круто на выходе union runner генерирует отчеты эмельные и чтобы не тратить время на разработку визуализацию мы просто все кладем в эластик и в кибане это визуализируем вот эту вообще связку рекомендую если у вас там надо какой-то вот графики построить такие для принятия каких-то управленческих решений то не делать там какую-то специальную систему все в эластике и просто аккуратно настроить очень классная связка очень хорошо работает и вот лично у нас закрывает много таких потребностей экономит время на разработку так что мы получаем на выходе мы получаем вот такой отчет корзинка и метрика recall почему recall потому что корзинка у нас однородно по классам то есть там один класс и по прогону мы считаем итоговую метрику F1 круто мы начали смотреть уже на наши системы намного шире то есть мы начали докидывать больше данных при этом эти данные они такие из скажем так из частотного облака распределения следующая история с которой мы столкнулись это то что как всем известно метрика F1 она эмельная а надо оценивать систему бизнесово ну если вы приходите говорите там какой-то бизнес вот у меня метрика F1 там 99 ну типа и чего а вот у меня например переведи 100 рублей не работает плохая у вас система вот и с этим надо было что-то делать то есть невозможно как бы вот когда мы говорим про продуктовую систему все-таки оперировать метриками F1 нужно же как-то переводить это в плоскость пользователя пользователь вот именно видит то что у него либо работает либо нет функционал он не говорит то что блин классная система она работает в 97 процентах случаев я это сейчас утрирую понятно вот никто так не говорит она либо работает либо нет и мы в то время решаем окей давайте сделаем метрику которая будет демонстрировать степень качества назвали ее очки проблем как она считается это сумма от единицы до n где частотность примера умножается на единицу если предсказанный класс не совпал с ожидаемым иначе ноль простыми словами мы докидываем в ошибку вес фразы которая равен ее частотности взятой с промо логов тем самым мы практически в абсолютных числах понимаем в скольких случаях мы не отработаем и вот это уже метрика ее можно минимизировать и она уже интерпретируема с точки зрения бизнеса когда вы видите то что у вас там условно 10 миллионов запросов а вы не отработаете в одном миллионе но это уже совершенно другое восприятие вы уже начинаете по-другому реагировать даже психологически у меня один миллион запросов не работает но это что такое на срочно лечить а с метрикой фан такое например часто не проходит ну все видят там 96,6 там 96,5 ну типа деградация на одну десятую не страшно а деградация там на 100 тысяч запросов не отработавших уже страшно и поэтому тут я тоже рекомендую вводить вот какую-то такую свою метрику которая будет коррелировать с восприятием пользователя так мы начали наш отчет дополнять с весу на очками проблем и мы в частности смотрим если у нас очки проблем дельта между текущим продавщим прогоном стала отрицательной значит мы сделали нашу систему лучше мы стали в большем количестве запросов работать правильно что нам дал подход мы повысили степень покрытия нашей ML системы тестами мы научились ловить баги на этапе CI то есть мы теперь уже не с промо о них узнаем мы уже узнаем их из прогона наших корзинок мы научились измерять качество в терминах пользователя то есть мы уже не говорим что у нас метрика фан такая мы уже говорим вот у нас там очки проблем вот столько-то процентов случаев там отработает столько-то нет и мы снизили стоимость поддержания тестов то есть нам не нужно теперь каждый тест фиксить мы уже работаем с корзинками где там много фраз мы там уже не уделяем внимания конкретной фразе мы уделяем внимание в целом корзинке теперь четвертая история предсказуемый вывод на промо что происходит у нас есть валидационный датасет на котором мы проверяем модельку отлично это какой-то небольшой объем я сказал дальше у нас есть корзинка которая проверяет еще на большем объеме там 120 тысяч в частности но проблема в том что промо трафик сильно больше там 2 миллиона запросов минимум и с этим нужно что-то делать от этого тоже нужно как-то защищаться но мы не способны взять и загнать весь трафик его прогонять через тестирование это будет очень долго это очень дорого плюс есть момент то что распределение данных на промо меняется там произошел какой-нибудь регулятор выпустил новые указания там оскар какое-то событие там кто-нибудь кому-то на оскаре пощечину дал и так далее вот и сразу трафик то меняется это на это тоже надо реагировать мы тогда приходим к следующей задаче нам нужно ввести в эксплуатацию новую модель без негативного влияния на пользователя для этого мы используем теневой режим что на себя представляет наша система работает через кавку то есть она считывает запрос из входящего топика и отдает его в исходящий мы рядом ставим вторую систему систему тень с другой конфигурацией с другим набором ML моделей в отдельную консюмер группу то есть это что значит что обе этих вычислительных ноды вычитывают одно и то же сообщение и не аффектит как-то друг друга при этом система тень не отдает свой ответ в исходящий топик то есть пользователь это не видит и обе системы лагируют свой результат в эластику из эластика мы это забираем на разметку и сравним было стало сайт бай сайт лучше или хуже и мы гоняем в зависимости от модели от соток до недели например такой подход позволяет выявить неожиданное изменение распределения данных вот на себе пару недель назад у нас например такое было на тестовых данных показывают рост метрики на 2% запускаем на промп там падение на 0,5 начали разбираться оказалось то что вот наш датасет уже на котором тестируемся не актуален поэтому схема работает что нам дал этот подход мы получили безопасную следу для экспериментов мы теперь можем выводить новую модель и не бояться что схлопочем за это мы научились выводить ее контролируемо то есть мы выводим сначала в теневой режим подтверждаем что все хорошо и дальше начинается плавная раскатка в теневом режиме если там работает плохо ну просто выключили и пошли чинить никого ночью не подымают поэтому все в рабочем режиме подведем итоги мы научились оценивать имели риски на этапе разработки теперь мы уже понимаем как наша система поведет себя в той или иной ситуации мы начали применять data driven подход в тестировании то есть мы не из головы какие-то тесты придумываем как вот я во второй стадии рассказывал мы просто берем там логи с промо и загоняем их в нашу систему и смотрим как она ответит тем самым гарантируя себе то что когда мы задеплоимся мы попадем в это же распределение данных и наши метрики тестов будут совпадать с метриками промо и мы научились выводить новые модели без негативного влияния что очень ценно то есть мы опять таки когда деплоимся мы спим спокойно то есть мы знаем что тут уже все протестировано никаких вот там неожиданностей не словим что конечно же тоже очень важно и ценно так у меня все меня организаторы попросили поставить вот этот qr-код где вы можете проголосовать за мой доклад поэтому я призываю и готов перейти к секции вопросов все верно голосуйте за доклад если понравился или есть какие-то дополнения и давайте перейдем к вопросам вот молодой человек спасибо за доклад Михаил Малышкин OneFactor у меня такой меркантильный вопрос небольшой вы сказали то что у вас дженкинсы стоят и на этих железных серверах правильно я понимаю стоят gpu а почему вы например не сделали единственный дженкинс и например запускали бы там тесты в кубере прокидаем gpu в поды так еще раз то есть вы хотите имеете ввиду почему мы используем bare metal а не кубер а я понял ну во первых давайте так с кубером и gpu хами все очень плохо все еще к сожалению ну не знаю давайте отдельно поговорим но в кубере ну что-то там для всеобщего понимания если у вас есть gpu х на 32 гигабайта в кубере можно выделить только единицу как gpu нельзя выделить на ней 5 гигабайт как в оперативной памяти поэтому там утилизация стопроцентная а приложение у вас может расходовать например 16 гигабайт и в общем тут есть всякие трюки но к сожалению не redhat не google никто еще еще ну google что-то пытается делать redhat вроде не особо вот не представил какой-то плагин который позволяет выделить зарезервировать определенное количество памяти хотя nvidia говорит что если поколдовать можно но я когда расспрашивал видео они говорят что там там скорее всего что они сломают тачку в общем отвечаю вопрос не знаю смысла в этом нету потому что ну bare metal машина загружена часто то есть у нас каких-то проблем по утилизации там нету ну то есть скажем так у нас машина не простаивает поэтому какой-то необходимости кубера нету и у нас дженкинс кластер он в основном весь на bare metal располагается ну потому что нашим командным девопсом так удобнее у нас в свое время делали вот эти ноды в кубере на когда cpu-шные тачки но что-то как-то не прижилось я не знаю подробностей ну оно дольше стартовало там не знаю вот это докер в докере концепция ну вот плюс еще опять таки с контролем то есть есть нюансы когда мы отдаем тачку в нашем случае open shift она как бы уходит из отдела и ребята уже кто занимается open shift они как бы ее админят мы туда доступа не имеем вот а нам иногда хочется иметь там поскольку с видеокартами есть какие-то нюансы там нам мониторинг хочется подключиться или вот например как-то раз был случай у нас там битчетности есть на видеокарте и он отработал то есть видеокарта вышла как бы из строя то есть она видна она рабочая но нужно перезагрузить сервер оперативно ну просто чтобы она битчетности восстановить вот поэтому вот наверное такой ответ то есть не было какой-то необходимости с утилизацией ресурсов проблем да спасибо спасибо большое спасибо за вопрос есть ли еще вопросы и видимо нет давай здравствуйте павел вопрос такой насколько часто вам приходится переделывать датасеты из-за дата дрифта на самом деле не очень раз в пару месяцев мы это делаем ну просто потому что ну вот сезонность ну у нас какой-то вот такой жесткой сезонности нету которая там не знаю раз в неделю сменяется вот тренды тоже как бы не сильно на нас сказываются то есть ну там не знаю если вот как там в тиктоке то было как не знаю динсимпл димпл не буду врать как называется вот он появился но он нам не приходит с этим виртуального ассистента вот в случае если например люди начали как-то вот по платежной истории по другому что-то спрашивать ну это происходит редко мы просто постепенно подливаем данных вот иногда бывает конечно история что не знаю пользователи вдруг захотели какой-то новый функционал то есть они увидели там есть вот условно книжки вот там условно ганса христианца вот а им хочется там Александра Сергеевича Пушкина они там начинают про него спрашивать ну типа окей мы можем планово это добавить мы это увидим там по логам но происходит редко вот именно вот такое изменение поэтому раз в пару месяцев обновляем спасибо за ваш вопрос а у вас есть еще? да у меня еще вопрос такой вы говорили что используете аугментацию приносила ли она вам каких-нибудь проблем и если да думали ли вы двигаться в сторону reinforcement learning так начну с конца в сторону reinforcement learning как-то мы все думали непонятно как его применять в случае виртуальных ассистентов с точки зрения аугментации данных она нам приносила больше профита но мы ее просто понятно не вслепую применяем вот в частности мы когда обучаем нашу NLU модель мы за счет аугментации делаем ее устойчивой к ошибкам например опечаткам пользователя некорректным может чуть-чуть распознанию речи и вот был прецедент у нас обучалась NLU модель биртовая и мы так почистили датасет что убрали оттуда все пунктуации в результате мы в какой-то момент обнаружили что если написать фразу исходную работает если написать эту же фразу но точка в конце она перестает работать и вот за счет аугментации ошибок и добавления знаков пунктуации мы сделали модель более устойчивой к таким историям ну и там в частности перефразировкам тоже вот тут мои коллеги на хайлоуде рассказывали более детально Саша Абрамов и Баргим Батардинов то что вот за счет изменения тоже там порядка слов за счет синонимичности делают все вот это вся эта аугментация модель устойчивому к NLU атаке это вроде называется поэтому она нам только помогает но понятное дело что не нужно там генерировать синтетику когда у вас есть какой-нибудь там не знаю существительное предлагательное вы перебираете все эти варианты отправляете в модельку конечно она на данном шаблоне только обучится у вас да там датасет может на тысячу фраз но шаблон то один и если вы выйдете за этот шаблон то модель уже растеряется ну то есть такого мы не делаем но вот с точки зрения обучения NLU помогает выявляет спасибо спасибо и и